Девятнадцатого апреля В связи с этим мы решили составить свой хит-парад самых красивых и опасных героинь файкингов, не ограничиваясь рамками одной игры. Обворожительные убийцы и честные полицейские, почти что всемогущие дочери богов и бесстрашные кратистки — они настолько крутые, что спасут хоть целую вселенную. И сейчас вы в этом убедитесь. Открывает хит-парад «Женщина-кошка» представление излишнее. Когда-то она была лишь злодейкой в комиксах про Бэтмена, но с годами стала самостоятельным персонажем, успела сняться в кино и много раз поменять свои взгляды. Женщина-кошка хоть и помогает хорошим парням, но гуляет сама по себе. То музей ограбит, то жизнь Бэтмену спасет. Вооружена острейшими когтями и хлыстом, с которым управляется с поистине кошачьей грацией. Биография у женщины-кошки весьма богатая. По разным версиям, она успела побывать проблемным подростком, путаной, воровкой и даже окончить школу-ниндзя. Поскольку у нее нет каких-либо фантастических сил, женщине-кошке приходится полагаться исключительно на чутье, жизненный опыт и часто идти на компромисс и хитрость. А еще у нее очень сексуальный костюм, закрытый, но оставляющий пространство для воображения. Другая антагонистка Бэтмена, Харли Квинн, расположилась на девятом месте. Ее орликинский костюмчик и манеру прятать взрывчатку в мини-бикини сложно воспринимать всерьез. Однако Харли может задать жару любому противнику, причем сделает это весело. Ведь ее учителем был сам Джокер, сумасшедший клоун, не раз утиравший нос своему извечному врагу Бэтмену. Под его влиянием Харли из скромного врача архемской психушки превратилась в профессиональную злодейку. А подруга Ядовитый Плющ, в свою очередь, наделила Харли нечеловеческой ловкостью и силой. Шутки Харли могут быть очень жестокими, но ради шанса заглянуть в декольте злодейки и умереть не жалко. В отличие от Харли Квинн, чудо-женщина всегда выступает на стороне добра. Она настоящая американская мечта о в ковбойских сапогах, синих лосинах и объемном топе с силуэтом орла. Пришла эта защитница свободы с затерянного в океане острова, где правят суровые амазонки, а древнегреческие боги навещают смертных, частенько оставляя им на память детей. Чудо-женщина — дочь королевы амазонок и самого Зевса. Она унаследовала от родителей сверхчеловеческую силу и скорость, способность летать и заживлять любые раны. Поэтому не стоит недооценивать спартанское вооружение Чудо-женщины. С помощью меча, щита и лосо она победит любого негодяя, будь он хоть обвешенным пулеметом и киборгом. А уж если Чудо-женщину одеть в дополнительный костюм из комикса «Красный сын», где супергерои живут в Советском Союзе, то поиграть за такую спортсменку, комсомолку и просто красавицу будет не стыдно даже самому ярому патриоту. За это восьмое место. Как видите, героини комикса в DC Comics еще не успели заработать себе серьезную репутацию в мире файтингов, поэтому и проиграли битву со сторожилами жанра. Кстати, о них. На седьмом месте у нас обворожительная Касуми из «Dead or Alive». Она вполне заслуженно стала лицом серии. У Касуми не только узнаваемая внешность, но и не самая простая судьба. Когда-то импульсивная девушка решила собственноручно отомстить негодяю, ранившему любимого брата, чем нарушила законы клана. Поскольку в рядах ниндзя такие вещи караются смертью, Касуми приходится жить в бегах, периодически участвуя в турнирах сильнейших бойцов мира. Однажды организаторы турнира попытались создать армию клонов девушки-ниндзя, которых та, конечно, победила. В «Dead or Alive Extreme» всё уже не так драматично. Здесь героини файтинга беззаботно играют в пляжный волейбол в настолько открытых купальниках, что игру запретили продавать лицам моложе 18 лет. Любителям женских прелестей на заметку там есть на что посмотреть. У героини рисованных двумерных файтингов с виртуальными прелестями всё гораздо хуже. Им приходится брать ярким характером, таким как у старушки Морриган Айнсленд, которая занимает почётное шестое место. «Кэпком» никак не соберётся перезапустить свою классическую серию «Дагсталкерс», поэтому демонстрировать свои достоинства Морриган может только в портах старых игр и кроссоверных проектах вроде «Марвел vs. Кэпком». Силой сексуальности Соккубу Морриган не занимать. От своего отца, правителя преисподней, она унаследовала колоссальные способности, но пользуется ими с неохотой. Морриган не желает становиться приличной королевой демонов и постоянно сбегает в мир людей, чтобы развлечься, подраться и напиться. В высшей мере крутая, задорная и обольстительная дама. Будем надеяться, она ещё вернётся в собственной игре. Мы вернулись к правильной ночи. Ещё одна рисованная героиня, крылатая Диззи, выглядит наивным ангелочком с крыльями, но на самом деле она одна из самых могущественных персонажей серии «Гилти Гирекс». Люди, испугавшись её необычного облика, бросили Диззи в чаще леса, где она и жила, в мирном уединении. Но власти, пережившего апокалипсис мира, узнали о девушке и назначили за её голову колоссальную награду. Ведь Диззи — дочь гира командного типа, невероятно мощной машины для убийств, способной контролировать роботов. И действительно, эта героиня может натворить немало бед. Её крылья обладают магическим эффектом и собственным разумом, и попавшая под их влияние Диззи будет драться насмерть с каждым, кто встанет у неё на пути. А уж если она пойдёт по стопам матери, миру точно придёт конец. За богатый потенциал Диззи получает пятое место в нашем хит-параде. Айви Валентайн из цикла «Соул Калибур» может без переодевания отправиться хоть на пляж, хоть в клуб для садомазохистов. Бикини из ремешков и меч, по воле героини превращающийся в хлыст, вполне подходят для этого. Однако, несмотря на легкомысленный наряд, Айви весьма неглупа и благородна. Родившись наследницей богатой семьи, она освоила алхимию, создала себе оружие и отправилась на поиски проклятого меча Соул Эджа, из-за которого погиб её приёмный отец. Совладать с мечом, погубившим немало воинов, Айви не сумела. Но даже потеря души не остановила упрямую воительницу. Она создала себе новую душу и продолжила крестовый поход. Кстати, если классический костюм Айви вас смущает, можно подобрать и другой, более закрытый и аристократический. Дизайнеры в Намко талантливые, поэтому в любом из нарядов Айви будет смотреться бесподобно. А сейчас настало время тяжёлой артиллерии и лёгких нарядов. Мы переходим к первой тройке самых красивых и опасных героинь файтингов, за которых мечтает поиграть каждый. Сёстры Уильямс из серии «Теккен» с детства изучали боевые искусства и здорово преуспели в этом деле. Настолько, что к их услугам стали прибегать разведка, ЦРУ, преступные кланы и гигантские корпорации, борющиеся за власть над миром. Правда, головокружительная карьера лишь усилила соперничество между сёстрами, переросшее потом в открытую вражду. Больше внимания традиционно доставалось старшей сестре Нине. Её костюм в лучших традициях жанра, облегающий, открытый. Она не носит с собой оружие, а с любыми противниками справляется голыми руками. Лишь в экшене «Дэд Бай Де Грис» злодейки Нине позволили волю помахать катаной и пострелять из автомата. Игра получилась, мягко говоря, средняя и серьёзно подпортила карму девушки. Но это не помешало Нине занять в нашем хит-параде почётное третье место. Хотя «Текен» более чем заслуженная серия, но «Мортал Комбат» ещё старше и заслуженнее, а Соня Блэйд стала в ней первой женщиной. Упрямая и своенравная Соня работает полицейским, вот только одета явно не по форме. Ну, если глубокое декольте и короткие майки не защитят от удара, то отвлечь противника с их помощью можно запросто. Джакс, муж и напарник Сони, относится к её чересчур открытым нарядам совершенно спокойно, ведь Соня владеет боевыми искусствами Кэмпо и Тхэквондо и может голыми руками остановить армию захватчиков из другого мира, а за себя постоять и подавно. Но голова у девушки горячая, и зачастую она первой лезет в драку, не забывая, впрочем, позаботиться о безопасности сослуживцев. В качестве главной героини Соня появлялась в фильмах и комиксах по мотивам игры, а её нехитрый, но сексуальный костюм обрёл огромную популярность у косплееров. За всё это второе место. Впрочем, если говорить о легендарных файтингах с длинной историей, то ничего легендарнее Стритфайтер найти, пожалуй, не получится. Серия существует ещё с конца 80-х, а китаянка Чун Ли дебютировала там в 1991 году, став первым в истории жанра игровым персонажем женщины. Чтобы охранять мир и порядок, Чун Ли не нужны ни маска, ни пистолет, ни другие приспособления. Она борется с преступностью при помощи кунг-фу, которым владеет в совершенстве. Противников она лупит с бешеной скоростью и силой, а может и с густом энергии запустить. При этом Чун Ли смотрится на удивление женственно в своём традиционном китайском платье, бросается защищать невинных на поле боя и в целом не склонна к жестокости. Время от времени Чун Ли порывается уйти в отставку, чтобы учить боевым искусствам детей. У этой дамы не только стальные мышцы, но и золотое сердце. Чун Ли заслуженно получает первое место в нашем хип-параде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok